Всем привет! Вы на канале Везде Хорошо. Как мы говорили в прошлом видео, что сейчас мы находимся в России и теперь будем записывать полезные ролики для вас. И сегодняшняя у нас тема, стоит ли переезжать в Таиланд. Я думаю, что очень многие задаются таким вопросом, раз вы смотрите видео про Таиланд. Или вы очень влюблены в эту страну. В любом случае, давайте разбирать все по порядку. Если у вас есть какие-то вопросы по дальнейшим темам видео, то обязательно пишите в комментариях, мы прочитаем, учтем и снимем для вас видеоролик. Стоит ли переезжать в Таиланд в целом? Начнем с того, что если вы любитель Азии, то, конечно же, стоит. Потому что с азиатских стран это, наверное, одна из самых доброжелательных стран, несмотря на то, что есть свои проблемы с визами, с правопорядком, с работой и так далее. Но об этом мы еще поговорим немножко попозже. А пока что мы все-таки разберем, стоит ли уезжать. На самом деле, чтобы уехать в Таиланд, не так уж много и нужно. Нужно просто отложить немножко денежек в наших расчетах на 2 человека 1200. И, ребят, не говорите сейчас, что это дорого, ведь вы ездите в отпуск и вы тратите намного больше денег. Поэтому подумайте и задумайтесь над этим. Мне как-то однажды сказал мой знакомый, что они дорого ли? Откуда брать такие деньги? Я говорю, ты каждый год летаешь отдыхать. А разве ты не тратишь больше? Если вы еще не обременены детьми, до работы, постоянной карьеры, то почему бы не сорваться и не слинять? И я знаю очень много примеров, которые не в нашем возрасте, а уже в более старшем возрасте собираются и валят куда подальше. В этом видео я не пропагандирую уезд из России. В этом видео я только делюсь своими впечатлениями. Поэтому жестких комментаторов попрошу раздержаться. Вам нужно будет иметь либо удаленную работу, либо приглядеть какую-то работу уже в Таиланде. Ну и, в принципе, желание улететь. И все. Но вопрос сталкивается с другим, что если вы туда приедете и начнете искать жилье, то вы можете попасть на мошенников. Вы можете попасть в высокий сезон и переплатить. Вы можете попасть на нечестных арендаторах, которые не захотят вас прописывать, хотя это должно быть сделано. Или на нечестных агентствах, которые могут вас нагреть на деньги. Да, такое тоже случается. Если вы прилетите и будете искать работу, то тут тоже стоит сразу ряд факторов. Доступная работа, она нелегальная. Но если вы боитесь проблем с полицией, у вас нет знакомых, либо каких-то подвязок, то об этом стоит задуматься. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет, ведь большинство россиян в Таиланде работают именно нелегально. Есть, конечно, ребята, которые имеют ворк-пермит, открывают бизнес, они большие молодцы. Но не всегда можно найти такую работу. Поэтому, в принципе, знайте, что нелегальная работа существует, и все спокойно работают. Просто нужно знать, с кем ты работаешь, и знать, кому они платят, чтобы тебя точно не загребли. Следующий момент. Некоторых пугает постоянная жара. Да, действительно, постоянная жара – это очень тяжело. Ты не можешь выйти днем, первое время особенно, потому что солнце палит. Но, в принципе, скажу по нашему опыту, мы не особо днем куда-то выходили. Были либо на работе, либо были дома, но вечером начинается весь движняк. И ты видишь весь мир вокруг. Это намного круче, чем выходить в Россию и, блин, заходить домой с сосульками. Также многие боятся змей, скорпионов, скалопендр и многое-многое прочее. Так вот, ребят, за все наше время, сколько мы были, наверное, нам дорогу переползло всего три змеи. С одной я столкнулась с носом. Прям нос к носу. Ну, прям вообще очень-очень рядышком. Я столкнулась с одной скалопендр и увидела одного раздавленного скорпиона. Поэтому вероятность того, что вы столкнетесь с каким-то ядовитым животным, ну, просто минимально. Особенно, если вы человек, который не особо переносит в жару, то вы будете сидеть дома под кондейник, то вообще, в принципе, априори встретиться с ними невозможно. Но, в целом, ходите, смотрите под ноги, на что вы наступаете, и все с вами будет хорошо. Также следующий момент. Некоторые боятся, как это я уеду? Здесь же все мои друзья, там я никого не знаю. Ну, ребят, за время, пока вы там живете, вы в любом случае общаетесь, знакомитесь и находите своих друзей. Мы нашли своих друзей, и, в принципе, мы с ними общаемся до сих пор, и они нас ждут, когда мы вернемся. Поэтому здесь уже как бы дело такое, это временное. То есть, в любом случае, вам кто-то поможет, вам кто-то подскажет, ну, или в крайнем случае, если вы боитесь прям быть совсем одни, пишите блогерам, у них в Таиланде, слава богу, достаточно. Я думаю, что они вас встретят с распространенными объятиями, помогут на те жилье. Но все-таки не зря, мы там столько снимали, и я думаю, что у некоторых возникает вопрос, что если я приеду в Таиланд и стану видеоблогером? Пожалуйста, без проблем. Сразу скажу, местные жители, именно местные русские, не любят видеоблогеров, но, в принципе, их никак не трогают. То есть, ой, опять очередное видео, не понимая то, что блогеры помогают многим туристам, которые как раз-таки в группах каких-то задают одни и те же вопросы, видеоблогеры на них отвечают. Во-вторых, видеоблогеры помогают приезжим как-то сориентироваться в городе. То есть, в принципе, это полезный труд, я считаю. Если вы думаете, что вы заведете видеоблог и будете на нем зарабатывать, то, ребят, этого не получится сделать в ближайшие года два, как вы прилетите. Это я вам гарантирую. Потому что для того, чтобы сделать что-то этакое, вам придется очень-очень сильно увернуться, а это очень сложно. И плюс зарабаток в Ютубе сейчас очень сильно упал, поэтому видеоблогеры делают, грубо говоря, все это просто так, чтобы вас порадовать. На самом деле, там за полгода съемок с количеством, там, допустим, наш канал, если взять, там, за полгода съемок, там капнуло 10 долларов. Ну, это смешные деньги, правильно? Поэтому, если вы хотите зарабатывать на блогинге, то либо изучайте СММ, либо изучайте продвижение, ну, либо имейте лучше дистанционную работу, так будет проще. Кстати, о работе будет отдельное видео, я вам все разложу по полочкам, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну, а в целом, на самом деле, для того, чтобы переехать в Таиланд, вам просто нужно желание, сила воли, выйти из своей зоны комфорта, немножко денежек, билет на самолет и вперед. В любом случае, не пропадете, если есть мозги и знаете, куда устроиться. В любом случае, хотя бы на первое время, чтобы у вас что-то было. И всегда имейте деньги на обратный билет, потому что случиться может всякое, и в любой момент вы можете отсюда улететь. И если у вас нет родственников, которые бы вам помогли, то обязательно держите этот резерв, чтобы он у вас был. Вот такое получилось видео, надеюсь, вам понравилось. Если да, то напишите обязательно в комментариях, мне будет очень интересно почитать, ну, и пообщаться с вами. В любом случае, я вижу, что вы никуда не пропали, что вам интересно смотреть наши видеоролики, это самое главное. Ну, и задавайте тему для следующего видео. Ну, кто не знает еще, меня зовут Кристина, и вы были на канале Везде Хорошо. Увидимся на следующей неделе. Пока!